Доброе правило, золотое правило. Кто, который лучше знает, путь лучше поступает. Мы должны ждать, пока пакет станет очень хорошим, пока муж начнет до точности все исполнять, или пока жена у нас станет совсем благодетельна, до того, как мы начнем делать свою сейчас. А если вам открыто, если вы верите в Слово, если вы поняли, что так нужно быть в семье, чтобы вы были начальником, чтобы вы начали спеть в этом направлении. Тот, кто лучше знает, пускай начнет лучше поступать. И если мы посмотрим к Евреям 10.24, мы видим такие слова. «Будем внимательны друг к другу, пощаряя к любви и добрым делам». Мы будем внимательны друг к другу. Мы будем нашими действиями пощарять других людей к любви и добрым делам. Мы не будем отомстить. Мы не будем ждать, пока другой человек вырастет до этого состояния. Но мы возьмем помазание инициатора от Бога. И мы сами станем инициаторами. Инициаторами. И мы будем пощарять друг друга к любви и к добрым делам. Мы будем внимательны. Мы будем внимательны. Как Иисус внимательны к нам, точно такой же. Мы будем внимательны к Богу. Мы будем внимательны к партнерам. Мы будем внимательны к нашим женам и к нашим мужам. Поэтому разделить все пополам. Мы знаем, что в реальной жизни не всегда получается. Ставить рамки, жесткие рамки не всегда получается. И мы не должны быть людьми ограничений. Мы должны быть людьми, которые имеют витки из коробки. Которые имеют расширять свои территории. Мы не должны быть, знаете, примитивными. Мы должны быть гибкими. Мы должны быть быстрыми. Мы должны быть быстрыми на то, чтобы уложить то, что Бог делает. У нас всегда должна быть сердце слуга и делать то, что Бог порушает нас в какое-то время. Если Он нам скажет помыть посуду, чтобы мы это сделали, как для Господа. Если Он скажет не делать, чтобы мы тоже не роптали, чтобы мы поняли, что мы исполняем волю Божию. Мы делаем то, что Бог хочет, чтобы мы делаем. Брак, семья, отношения. Это все деликатные вещи. Если мы не будем осторожны, мы можем все испортить. Если мы приложим много усилий, если сын крепкий, будем держать этого, вещи могут сломаться. Мы можем испортить. Семья, брат, все наши отношения это что-то деликатное, поэтому сюда нужно много внимания, сюда нужно много осторожности. Нам надо дорожить, потому что оно дорого стоит. Оно сейчас сломится, и потом тяжело будет собрать его. Это не металл. Это что-то мягкое, это что-то приятное, это что-то славное, это что-то доброе. Оно деликатное, поэтому мы всегда должны обратиться к вопросу семьи, к вопросу отношений, как чему-то деликатным. Должен быть осторожно, как мы вчера говорили, и должно быть посвящение. Как мы посвящены Богу, так и муж и жена должны быть посвящены семье. Как я говорила тогда, мы должны вести, особенно муж и жена, как помощница, они должны вести семью, как предприятие. Они должны планировать, они должны следить за успех, они должны следить за проблемами, за недостатки, как их устранять. Они должны следить за хорошее качество, которое они уже успели, приобрели, и как их содержать. У них должно быть, как бизнес-план, мероприятие, которое нужно делать, чтобы устранять нежелаемые элементы и чтобы поощрять то доброе, которое есть в семье. Семью надо вести. Самотоком ничего не получится. Самотоком это будет то же самое, как мы видим в книге судья. Когда все начали поступать, как угодно в их глазах. Когда нет лидера, когда нет отца, когда не помогают. Все начнут поступать, как им казалось хорошо. Все начнут поступать, как им удобно. И в конце концов ничего хорошего не получится. Потому что сколько нас здесь, столько именем. Лидера говорит, чтобы мы были единомышлены. Значит, мы должны доверять одного человека, как лидер. И в основном это папа, в основном это муж. Мы должны молиться за него. Мы должны верить, что он слышит голос Бога и поддерживать то, что он говорит. Все равно, конечно, отца одна и тоже. Мы должны верить, что путь, направление, которое Бог даст папе, направление, которое Бог даст отцу, и мы соединяемся с этим, мы согласимся с этим. Все равно мы знаем, что папа хороший. Мы знаем, что у него хорошие намерения. Мы знаем, что он не против нас. Он старается. И если путь, если план не нужно отличается от нас, ничего страшного. Мы можем жертвовать эти. Мы можем соединиться с ним. Потому что в единстве наша сила. В единстве. Поэтому мы всегда должны быть посвящены. И это посвящение. Потому что я посвящена, я соглашаюсь. Мне не Бога. Я соглашаюсь с тем, что Бог говорит папе. Если вы мужчина, и Бог говорит что-то о вашей жизни, и вы чувствуете, что это правильно, вам не должно быть сигна. Слушай, это не согласится. Это значит, что вы тоже посвящены. Это значит, что ваша секса там. Это значит, что вы не хотите делать эксперимент на вашей семье. Это значит, что оно так дорого для вас, что вы не хотите арестовать. Вы открытие для Бога. И все то, что Бог делает. Вы верите, что Бог может говорить через вашу жену. Жена верит, что Бог может говорить через вас. Дети верят, что Бог может говорить через вас. И мы идем в единстве. Если пройдет мой номер сегодня, слава Богу. Не пройдет, слава Богу, Бог дал, Бог забрал. Это мое предложение пройдет, слава Богу, не пройдет откровение для определенного времени. Значит, не сегодня, значит, завтра. Поэтому мы не должны расстраиваться, особенно мы, женщины, мы не должны, он меня не слушает, он меня не слушает, он послушает. После нам немножко терпения, нам подбарживать наших мужей и помочь им хорошо исполнять роль, главу. Очень печальный и очень болезненный процесс, когда плоть рассоединяется от костей, когда нет единства, когда все идут разными путями, когда мы не хотим признавать авторитет друг друга в семье. Мы всегда должны максимально стремиться к физике в нашей семье. Очень интересная следующая ответственность. На что муж должен обращать большое внимание? Мужчины, особенно муж, они должны обращать внимание на неустойчивость чувств жен. Помните историю битье, когда Сара подошла к Аврааму, и она говорила, смотри, у меня долгое время, Бог нам обещает следника, но время идет, ты стареешь, я старею, ничего нету. И когда Сара говорила Аврааму, зайди к Хагай, к моему слугу, и может ли через нее Бог дать нам ребенка? И Авраам без проблем, тихо, послушался совету Сары, и через это родился Ишмай. Потом через, на которой где-то та же самая Сара, потом пришла к Аврааму жаловаться. Типа, вести ее, убери ее, она гордая. Она вчера одна говорила, сегодня уже другой. И сейчас бывает женщина, может быть мясо купить, может быть рыбу, может быть света, может быть блюзку, может быть теплое тюбли, может быть, знаете, у нас бывают такие, у нас вчера такой, сегодня уже такой, потому что постоянно у нас в голове разные идеи. Мы постоянно делаем анализ, бесконечный анализ. Поэтому вы должны иметь мудрость, как обращаться к этим неустойчивым явлениям. И как это сделать? Не стать, как они. Когда они неустойчивы, вы будете устойчивыми. И они будут учиться от вас. Можно это победить? Можно. Возможно, женщине это победить. Но вы поможете им, когда вы не начнете кричать на них, когда вы не начнете показать, что это слабое место для них. Когда вы правильно им объясняете, что, дорогая, может быть тебе стоит подождать и решить конкретно, что ты хочешь. Объясни, что пойми, так нельзя жить. Сегодня кофе, завтра чай, или туфли, или свитер. Может быть в хорошем душе, если ты подумаешь, пережить, если пускай пройдет неделю, и ты действительно возьмешь, то надо понимание. Понимание относиться. Мы же знаем, что женщины устроены немножко по-другому. У них постоянно изменяется температура тела. У мужчин более такой устойчивый температуру тела. А у женщин из-за иностранных циклов появляется разное и настроение. Бывая, когда они никого не хотят видеть. А это все можно победить. Не обязательно идти на поводу этого. Когда у них плохое настроение, вы должны придумать, что делать, чтобы они смеялись. В такое время вам надо делать что-то, которое им приятно. Когда они немножко депрессуют, именно в такое время вы должны, вот о чем мы говорим, внимание, заботе, нежность, именно тогда им крайне необходимо. Вот именно тогда надо проявлять с ними больше внимания, нежность, любовь, понимание, поднятие, поднять, кто упал. Это не большая проблема, если мы сможем ходить с нежностью, если мы сможем ходить с пониманием. Некоторые женщины любят много говорить. Мужчины, не все, конечно, нельзя все стали в одну категорию, но большинство мужчин, они были такие беженые, сжатие в себе. А женщины любят все выражать, они были эмоциональны, и они любят много говорить обо всем. И иногда мужчины просто устают. И тут мы, как женщины, должны помочь нашим мужам. Мы должны знать, что мы не должны делать им вкусными нашими разговорами. Мы должны знать, мы тоже должны чувствовать. Мы тоже должны дать им возможность говорить. Не только мы им говорим, мы должны знать, когда говорить, когда нельзя говорить. Если он устал, и особенно если вы говорите, и у него нет интереса. Вы понимаете, что из-за этого не стоит обижаться. Время поговорите с Богом. Молитесь за себя, за мужа, за семьи. Давайте будем контролировать, как мы говорим. Есть некоторые мужа им нравятся, а не любят. Но есть некоторые стоят иногда от этого. Поэтому давайте будем изучать друг друга, узнаем, что муж любит, как он любит, в каких размерах, в каких пределах. И это уже наша сейчас женщина укоротить себя в этом. Семья, отношения, это там, где мы даем, там, где мы получаем. Могу больше говорить, но потому что я люблю, потому что я подсвечена, я закрываю рот. Могу меньше показать внимание, но потому что я люблю, потому что я за ним заботюсь, я прилагаю больше усы. Мы должны видеть это как в нашей ответственности. Уважение, внимание, почтение. Слово, которое мы никогда не должны забывать в семье, это честь. Давать друг другу честь. Это должна быть, как порой, наших взаимоотношений. Это честь, это обращение, это пожалуйста, это обращение к человеку. Дело чего важное, дело чего важное, уважать. Не оскорбительно, если муж будет уважать жену. И не оскорбительно, если жена будет уважать мужа. Это не оскорбительно. Это то, что все не могут делать. Это сразу выделяет вас на новый уровень, потому что вы принадлежите друг другу, потому что вы соединились в своей жизни вместе. Это отношение нужно поддерживать честью, воздавая друг другу честь, уважение, внимание. Если этого не будет, тогда раздражение, изменя, трудности в разных их проявлениях, они неизбежны в семье. Если мы не будем стремить друг друга, тогда мы можем допустить и раздражение, тогда мы можем допустить и скандали, тогда мы можем допустить того, что муж бьет жену или жена бьет мужа. Когда мы ценим кого-то, даже в голову не приходит, что можно бить. Вы знаете, это просто очень страшно еще в христианстве, что в некоторой семье муж бьет жену. Это просто непростительно, это стыдно. Объясняют этим, что они довели их. Это же неправильно. Мы должны уметь себя держать, мы должны уметь. Помните, Иисус исцелил кого-то в синагоге, потом фарисеи были недовольны этим, и хотели его забрать, и хотели его убить, и хотели делать скандал. И в любви написано, что Иисус удалился. Он не стал защищать себя, он не стал показать, насколько он может. Он просто удалился. Муж вы должны иметь способность удаляться от спора. Если жена кипит, вам надо холодную воду налить, позабить мертвым, не реагировать, не реагировать. и наоборот. Если муж купит, значит для вас это сигнал, что я просто должна быть мертвым. Ничего не говорить. Потому что два зла увеличивают зло. И ничего хорошего не будет. По-любому оно не оправдается, что в церкви, что в христианстве. Мы еще умудраем бить друг другом. В миру это нельзя, из-за этого милиция забирает, тем более в церкви. Что бы она ни сделала, лучше убежать из дома, чем ее бить. Лучше закрыться в туалет, сына помолиться на них языках. Лучше связать бесы, лучше выгонять бесы. Лучше делать такие духовные упражнения, чем пускаться на уровне плоти. И Иисус же никого кулаком не бил. Только истинение Он сделал. Есть бесы, которые мы сами не можем гонять. Иисус запросто их гоняет. Но зато у нас кулаки есть. Если вы когда-нибудь били жену, вам надо покаяться. Если вы мужа были, тоже есть такие женщины. Что бы они сделали. Даже если жена сначала вас била, все равно, вы должны показать, что вы мужчина. Потому что даже когда мы бьем детей, когда мы исправляем, мы же не бьем их как попало. Мы воспитываем, мы берем розгут. Это целе исправление. Поэтому мы не бьем лицо, ногу, куда попало. Мы не делаем зло. Но когда муж бьет жену, он не исправляет. Он дает куда попало. Тут стыняки, тут стыняки. Нам неприятно бить ребенка потом видеть стыняки. мы же не бьем их с лом. Мы бьем их с любовью, с исправлением. Они знаем, мы объясняем, за что я тебя сейчас буду бить. И в основном сколько мы им даем. Что-то символище. Что-то что-то они исправляют. Но жена не ребенок, и муж не ребенок. Мы должны знать, мы должны учить своих детей. Мы должны учить своих детей, что это мерзов бить жену. Когда у них будет семья, это нервис, это недопустимо. Потому что орудия воинствования наши, они не плоские, но они сынов боги на разрешение всех их людей. У нас еще есть сила, которая больше сила кулаков. Поэтому давайте будем действовать этой силой. Честь, уважаем друг другу. Женщины должны знать, просто об этом говорю. Иногда у мужей бывает чувство они выше, возвращение, что они выше. Это не всегда, но иногда бывает такое время. В такое время не надо им лекцию читать, как гордость плохо, как это недопустимо. Просто надо их поддерживать. Значит, это такой парик. Это им надо, надо их поддерживать. Вы знаете, что это такое дело, это ненадолго. А когда они будут в нормальном состоянии, можно им делать замечание. И вообще-то замечание делается не при людях. Мужья не имеют права делать замечание, жены при людях. Если уже остро, если уже так печет, тогда можно ее вызвать. Там в кухне или где-то шепотом говорить в ухо. Вы не должны унижать ее при других людях. И она тоже не имеет права унижать вас. Мы не должны говорить плохо от друг других. Если не умеет готовить, научите ее готовить. Если она не умеет убирать, покажите, как нужно убирать. мало зарабатывать. Покажите ему пример, как можно много зарабатывать. Кстати, ему возможно сиди дома месяц. А вы пойдите заработайте. И вы поймете, что все не так просто. Но когда мы поддерживаем друг друга, тогда мы можем растить в этом деле. Когда мы показываем друг другу, когда мы поддерживаем друг друга. Мужчина не любят скандал. Я не знаю, если это все мужчины не любят. Потому что иногда я видела дневнив мужчин. Но это женщина мы должны знать. Вообще женщины мы создаем настроение нашего дома. Поэтому мы должны предотвратить ссоры, критики, скандалы. Мы должны максимально почти убрать. Мы не должны ссориться. Мы не должны скандалить. А мужчины не любят. если мужчина глава, значит мы не должны делать то, что он не любит. Если мы хотим чтобы он нас уволит, если мы хотим развивать наши взаимоотношения, мы должны максимально убрать эти свежие штуки. Это возможно. Сколько нам жить, чтобы половина времени ссориться. Это не хорошо. Муж мужчины должны знать, что жена это их слава. Жена это украшение. Жена для них это украшение. Поэтому они должны заботиться о них. Чтобы она всегда хорошо выглядела и духовно, и душевно, и телесно. мы должны знать, как жена. Жена должна знать, и муж должен знать, что любое время муж может являться источником искушения для нее, и что жена в любое время может являться источником искушения для него. Для этого надо заботиться друг о друге. Для этого надо защищать друг друга. Как диавол пришел к ездить и через нее все разрушить. Дьявол может украсть нашу мечту через близких. Потому что он знает, что мы все принимаем сердцем. Мы все принимаем всерьез. Поэтому дьявол не показывает его искреннее лицо. И он действует через близких людей. Поэтому надо быть осторожно и не обижаться ни на кого. Мы должны знать, мы должны положить, что эта женщина любит меня. И она мне не сделает зло. Библия говорит, кто нашел благодетельную жену, то же самое, кто нашел благодетельного мужа, нашел хорошие вещи. И в притче, в одном месте написано, муж говорит, что она не делает мне зло. Она воздает ему добром, а не злом. Во все дни жизни своей. Мы должны положить себе, как муж. Что у меня такая жена? У меня есть жена, которая воздает не добром, а не злом. Во все дни жизни своей. Поэтому те времена, те периоды, даже когда дьявол старается что-то атаковать, ее, потом через ее, вы должны сразу уловить это дьявол. Это не моя жена. Это не похоже на мою жену. Это действие, не действие моей жены. Это действие, не действие моей возлюбленной. Это неправда. Потому что все дни жизни моей, она заботится обо мне, она переживает обо мне, она воздает мне только добро, не злом. И то же самое, жена должна себе положить, что вот это мужчина, вот это мой муж воздает мне во все дни жизни моей. Пока мы живем вместе, пока смерть нас не разлучит, он воздает мне только добром. Он любит меня, он не выступает против меня, он не действует против меня. Даже когда он меня исправляет, он желает лучшего. Он действительно любит, потому что если бы он не любит, он бы не жениться на мне. Она действительно меня любит, если бы она не любила вообще, она бы не вышла за меня. Мы должны это положить, и когда есть испытание в семье, мы должны заметить, это не она, это не он. Да, все успокоится и поймем откуда это все. Но иногда мы ошибаемся, мы начинаем добить, мы начинаем атаковать жену, мы начинаем атаковать мужа, но на самом деле это не они, потому что призвание мужа, призвание жени воздавать добро в последней жизни. И десятого тема, кто найдет добродетельную жену или мужа, цена ее или его выше чем чугов. Если Бог уже допускает, что у нас семья, потому что не у всех есть такая благодатия, но если Бог уже допускает семья, значит Бог дал нам подарок, Бог сделает нам большой подарок, классный подарок. Сколько людей в мире хотят жениться, хотят дети замуж, никак, туго, закрыто, не подходят. Они уже делают что угодно, и грешают, и все равно не выходят. Но если Бог уже дал вам жену, если Бог дал вам мужа, Бог сделал вам подарок, Бог сделал вам что-то доброе. Библия говорит, цена ее, представляете, цена вашей жене выше бриллиантов. Она дорого стоит, и он дорог стоит. Соломон говорит, что есть некоторые вещи, которые для меня непонятны, я не могу понять. Путь молодого человека девицы, как они влюбляются, как они женятся, вообще как они это получают. Ценейшее действие, это рука Божья. Поэтому то, что мы называем семью, то, что у нас есть муж, у нас есть жена, мы не должны относиться к этому по-простому. Это доверие, это призвание. И дальше уверенно в ней, в сердце мужа ее, и он не останется без прибитка. И то же самое, уверенно в нем сердце жени его, и она не останется без прибитка. Когда мы выходим замуж, или когда мы женимся, мы это все делаем с уверенностью. И когда мы живем вместе, как муж и жена, это все мы делаем уверенно. Это воля Божия, это план Божий, чтобы было доверие, не сделая никакого зла. Она воздает мне добру, уверенность. Бог хочет, чтобы мы не были уверены друг с другом, чтобы мы не допустили задней мысли, чтобы мы не обесценивали ее, чтобы мы не допустили, что она может делать зло для нас. Даже если она это делает от незнания, это простительно. Если мы покроем это любовью, она этого больше не сделает. Она думала, что это поможет, а потом мы все знаем, что иногда мы что-то делаем, мы думаем, что выйдет хорошо, а выходит плохо. Это не потому, что мы плохие. Библия говорит, уверены, уверены в сердце мужа, он не останется без прибитка. Когда Бог дает нам семью, Он дает с учетом, что у нас будет прибитка. Такие все добрые каши в вашем жене, все то, что она умеет делать, она этим будет допонять нам. И все то, что муж умеет подчинить все контакты, все его здания, она автоматически становится моим. Но не то, что я руковожу, прибили, который идет от его жизни, мы делим его в прибыли, благосостояние, положительные вещи, которые идет от тем, кто она есть. Все становится и двое лучше одного мы не останемся без прибыли, мы не останемся без пищи, мы не останемся без шахта, мы не останемся без покоя, уверены. Бог дает нам семью, Он дает нам с учетом, что у нас будет прибили, прибитка. Какие? Все добрые качества жене, все то, что она умеет делать, этим будет допонять нас. И все то, что муж умеет починить все его здания, она автоматически становится моим. Но не то, что я руковожу, просто прибыли, которые идут от его жизни, мы делим его вместе. Прибыли, благосостояние, положительные вещи, которые идут от ее знаний, от тем, кто она есть. Это все становится двое лучше одного, мы не останемся без прибыли, мы не останемся без пищи, мы не останемся без счастья, мы не останемся без покоя, уверены. Потому что когда Бог соединяет, Он соединяет для цели. У нас всегда будет прибыль. Если она не знает, он будет знать. Если он не знает, она будет знать. Если он не знает, что делать, 200 грамм муки, она знает, что делать. Если она не знает, что делать, когда течет кран, он знает, что делать. И ни она, ни он не останутся без прибыли, без прибыли. Но когда мы воюем против друг друга, у нас, конечно, прибыли не будет. И даже мы разрушим основания. Пока у нас есть жена, пока она жива, пока у нас есть муж, пока он жив, Бог некоторые вещи уже предусмотрел. То некоторые вещи попадут к нам только через Ней. Через Нью, только через Него. И сколько бы мы не будем молиться, Бог ничего уже не будет делать. Она источником благословения. Если увидим, получим. Не увидим, ничего не будет. Пока Бог допускает, что мы вместе, пока Бог его не забирает, Бог некоторое обеспечение уже сделает через Него. Будем ценить, увидим, нам будет хорошо. Не увидим. Правильно все, да? Все по Писанию. Каждое утро муж должен стоять. Особенно в тяжелой ситуации, когда Бог атакует. Когда жена капризничает, он должен стоять на этом слове. Она не может делать мне зло. Ей не дано делать мне зло. Ангели окружают ее для того, чтобы она воздавала мне добром. Чтобы она держала мой дом. Чтобы она охраняла моих детей. Во все дни жизни моей. Она воздаст мне добром. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова